Всем привет, дорогие друзья! Приглашаем вас на наш детский канал Диана Китс. Будем рады видеть вас на нашем канале. У нас очень весело, увлекательно, познавательно и развлекательно. С нами будет весело, с нами не соскучишься. Детский канал Диана Китс. Ждем встречи с вами на нашем канале. Ссылочка на наш канал Диана Китс ниже в описании. Новый день, новая работа, новые мультики и новая морковка. У нас сегодня задача, да и новый лук. Сашка лук у нас обожает. У нас задача сегодня, ребята, привести в порядок этот дом, перевести сюда мебель поехать, которая у нас здесь в селе. Вы помните, что перед этим мы хотели купить два дома. Подожди, сыночка, я сейчас расскажу потом. Мы хотели купить два дома и уже собирались туда переезжать, как бы готовить документы. И нам Лена с Мишей отдавали мебель. И мы перевезли в один дом часть мебели, во второй дом часть мебели. И придется сейчас ехать ее забирать. Вот, поэтому будем сейчас заниматься уборкой. Все здесь отсюда выносить, отапливать веранду. Вот эта веранда у нас будет отапливаться. Вот это все нужно переносить в тот дом, который старенький. Вы помните, мы говорили об этом. Утеплять окна. В общем, будем что-то думать. Замок поменять здесь, потому что, видите, дверь не закрывается. Здесь постоянно мороз. А такая дверь, что только захлопывается. Получается, кто заходит, закрывает путь тому, кто на улице. Нам это не подходит, поэтому Боря сейчас поедет, замок купит. Ой, ребята! Это еще маленький-маленький-маленький шажок, и мы будем уже здесь жить. Представляю вам новый дом нашей машины. Да! Он даже дар себе повесил. Ну ты смотри на него. Так ты здесь ремонтом будешь заниматься или выиграть? Или это за чашкой чая? Да, за чашкой чая. Такой перерывчик, да? Сразу поставил, чтобы масло поменять. Как раз спущусь, но у меня и масло уже пора. Как раз ждал, пока будет яма, чтобы не выезжать на эстакаду, не монтировать у себя в сосном баре. А тут теперь... Боречка так поверхностно прибрался. Поверху, да. Вынес все лишнее просто. Много очень работы тут. Потому что некогда нам уже снег начал идти, скажи. Вчера мокрый дождь со снегом, сегодня снег пролетал. Сегодня такой пролетает, знаете. А нам еще вот это все вывозить, еще в доме убирать, еще мебель устанавливать, еще перевозить две ходки. Грузовиком. Еще две ходки грузовиком. И потом еще буханочку все. И еще булочкой. Набитую. Ой, ребят. Еще три ходки. Две уже сделали еще. Вы знаете, мы уже здесь живем, по сути. Уже чувствую, что там мы уже в гости приезжаем. Уже туда домой-то не возвращаются. Там уже только забрать вещи. Хотя планировалось все наоборот. Здесь приехать поубирать, вернуться домой, потом собрать вещи и переехать. Уже такого чувства нет. Уже все становится на свои места. На, металлолом. Это первый мороз, да? Да, снег идет. Скажите, похолодало так, что аж работать не хочется. Это что? Это все выбрасывайте. Все вот эту кучу выбрасывайте. А я здесь убираю в этом помещении. Видите, у нас здесь будет стиральная машинка стоять. Хорошая такая, думала, маленькая, но большая. Машинка стоять. Туалет. Бочки. Здесь мы расположим то, что не должно мерзнуть. Какой-то инструмент может. Ну, то есть посмотрим. Такое. А ну, покажись, мой мальчик. Поздравляйте с вторым зубом. Ха-ха-ха. Где он? Покажи. Ой, там зубик твой. Это что у тебя во рту? Варка. Ой, винт. Варка. А, винт, винт. На улице идет снег. А Боря собирает машину. Будет ехать в магазин. В общем, посмотрели мы на эту варианту, посмотрели. Придется нам вот здесь все сверху утеплять, потому что веранда это летняя, как бы она не отапливаемая. А нам нужно вот это место занять. И здесь делать техническую жену, я уже вам говорила. Для этого Боря едет сейчас за фанерой и за минватой. И будем все утеплять и отапливать эту территорию тоже, потому что тесно нам. Тесно и хочется как-то туалет, чтобы не в кухне стоял, а там. То есть хоть какую-то отдаленную, отделенную техническую зону сделать и стиральную машинку здесь поставить, а не в кухне. Кухонька, вы видели, маленькая. То есть как-то нужно расширяться по мере возможности. Поэтому мы все это сделаем, а уже на следующий год будем собирать денежку и будем ремонт делать в доме во всем. И закроем эти все фанеры. Конечно, не очень красиво будет, но с другой стороны, Боря говорит, что будем только фанерой закрывать потолок, двери утеплим. Здесь все закрывать на все дырки, щели и там. Поэтому особо это не скажется, потому что вот эти стены останутся вот такими. Эта дверь будет все время открыта. Мы ее вот так откроем. А может даже и снимем, если она нам не нужна будет. Посмотрим. И как-то нужно выходить из положения. Скажи, сыночка. Сыночка, сыночка. Бубочка ты мой. Мама нам насыпает чечевицу. Я просто ее люблю. Она так вкусно готовит. Да, с овощами. Чечевица очень вкусная. Помните, как мы только пробовали, нам она вообще не нравилась. Мне она все еще не так уж не нравится. А мне очень нравится. Мне очень. Мне очень. Мне мама мало вас. Нет? Нет. У кого как. У нас все любят чечевицу в семье, кроме Паши. Паша так себе. Хотя раз на раз не приходится. Иногда он увидит, что ему очень нравится. Что? Это яблочко. Второй раз говорит мама, мне не очень. Ну, всем не угодишь, правильно? Кому-то больше рисовый суп нравится, кому-то больше нравится вермшелевый суп. А кому-то гречневый. Ну, кушаем все. Мама, я могу всем вам готовить чечевицу. Приходит мама к маме и говорит, деточки, какой супчик вы хотите? Яблочки. А Паша говорит, мне, пожалуйста, рисовый. Тема говорит, мне вермшелевый. Они говорят, мне гречневый. А мама говорит, мне овсяный. А папа говорит, а мне вообще фасолевый. И мама такая стоит, 10 костру поставила. Всем готовить супчик на один раз поесть. Паша, что ты хочешь? Паша говорит, гречку. А Тёма говорит, чечевицу. Аня говорит, фасоль. Саша говорит, рис. И мама стоит, 10 тарелочек готовит. А я вообще-то бы сказала, спагетти. Да, или спагетти. Так же не бывает, правильно? Ребята собираются по фанерку. По минвату, да? Да. Ну что, хорошей вам поездки. Спасибо. Давайте. Шапки возьмите. Паша, возьми шапку. Я уже не лад. Пока-пока. Мы с Сашунькой остаёмся дома. А мы с Сашунькой остаёмся дома. Да? Что будем делать с тобой дома? Играть? Или убирать? Сашок, что делать будем? Ты знаешь, что мы будем делать? А я кушать готовлю. Ты кушать готовишь? Нет. А что? Кушаю. Мешаешь? Да. Вкусная чечевица? Да. И маме нравится чечевица. Мне не мешала, не мешала. Я помешала? Да, я там. Да, я там помешала на кухне. Да? Сыночка, у нас сегодня очень много работы предстоит. Очень много. Ты знаешь об этом? Да. Ой-ой-ой, много как. Мы сегодня по мебель договорились поехать уже. Договорились забрать мебель старую. Ну, то есть нашу. Моря уже позвонил. Сейчас я буду готовить всё-всё-всё к тому, чтобы мебель сюда перевезти. Ох, ребята, устаем, конечно, теряемся иногда, потому что за короткий срок очень много всё нужно сделать. Вроде, знаете, работаешь-работаешь на позитивчике. Давай-давай-давай, потом наступает иногда такой ступор. Садишься просто и говоришь, ничего, уже больше не хочу. Немножко отдохнёшь и снова начинаешь с новой силы работать, с новой силой работать. Нужно, нужно. Быстро уже снег падает. Холодно очень на улицу. Вообще выходить не хочется. Нужно быстренько успеть. Ну, покажи свой ротик. Покажи. Ой, ты так яблочки ел? Да. Ой, надо вытираться, сына. Паша нарвал ранеток, они мёрзлые. Компотик сейчас с них варю. И Сашка их тут уплетает дома, пока я работаю в веранде. А это нашла обои. Тогда дал ему порисовать, пойду дальше работать. Боречка позвонил, что приехал. Сейчас откроем, посмотрим, как он загружен. Ой, ездил же утеплитель покупать. Давай, 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 ворота, открывайтесь, открывайтесь. Сашенька, отходи. Ой, сколько у нас здесь мусора. Прям целая выставка. Джесси, папа приехал. О, какой он молодец. Привёз домой утепление, добытчик наш. Привет, путешественники. Мама, я очень печень спела одинаковых слов и хвала. Понятно. Ого, а что это вы купили такой толстый? Убери руку. Ого. Да, хороший утеплитель ты взял. Толстенький. Это не один. Да, я вижу, целая машина забита. Аня что, спит? Нет. А где Аня, кстати? А, да, там спит. Где Аня спряталась? Спит. Там Аня спряталась. Ку-ку. Анюта, я вам супчик сварила, этот, ой, как же вы, грибочек с грибочками, которые вы любите. Давайте, вылазьте, да пойдём кушать. Мы всё сюда перенесли. Боречка уже начала обрывать вот здесь эти штуки. Сейчас покажу. Вот эти штуки начал обрывать. Видите, попадало много мусора. Птичий помёт почему-то вот оттуда попадал. А сейчас на улице темнеет, мы едем за мебелью. А потом будет Боря уже здесь делать. Когда стемнеет, здесь можно уже будет работать. А заодно и часть мусора вывезем. Мы здесь узнали у местных жителей, где есть свалка законная. И сейчас повезём туда, выбросим. Ну что ж, приехали мы в первый дом, который хотели взять. Давай, папа, открывай. Здесь замок этот. Что? Замок били. Не могу ключ промернуть. Били молоком его. Ай-яй-яй. Кто же его бил-то, а? Как же мы теперь откроем? Вот этот дом мы хотели купить и не купили. Я говорю Богу. И слава Господу, что мы его не купили. Мы всё-таки рады. Мы пару домов посмотрели, рады, что мы всё-таки купили тот, который сейчас купили. Замок мой. Вешал я. Варил я. Мебель моя. Дядька дала добро. Иду забирать. Саша, проходи. Саша, давай, заходи. Кто-то пытался нас замок бить. Здесь квартиранты живут. Кто его знает? Может, хотели посмотреть, что там. Теперь Боря пытается его сбить, чтобы забрать нашу мебель. Давай, папа. Давай. Там наша мебель. Лена с Мишей пытаемся мебель забрать, которую вы нам дали. Мы звонили хозяйке, всё нормально. Она говорит, приходите, забирайте. Видишь, прокручивается половина. И всё. Ай-яй-яй. Ну зачем же трогать его, а? Вот так. Тихо. Что вылетело? Включи. Всякий случай. Надо брать другой инструмент. Надо ломик брать. Отправили мы детей в машину, а то здесь холодно. А это долгий процесс, мы так поняли. Боречка, ты им свет включишь в машине? Ну что, в роли взломщика ты. Давай. Давай, папа. Открой нам наши вещи. И замок испортили. Мы его хотели. О, ура. Только мыл. Ты мог додуматься. Кто его бил, предыдущие люди не додумались. Ну что, давай. Там хоть что-то есть? А там есть что-то? А? А здесь забросали, да? Здесь же не было вот этого мусора. Не было. Здесь забросали всё. Ай-яй-яй. Какой же кошмар просто. Приходится отвоёвать своё имущество у мусора. У сломанного замка. Девочка моя, девочка моя, что ж ты тащишь такое? Давай я сам лучше. Я гну до дому. Перевожу, тяну домой. Моё добро, мое закрою. Уже темно. Фотоаппарат не передаёт, но Боря пытается сам шкаф протащить. Я попробовала ему помочь, но реально не могу. Физически, если я его подниму, я могу в больницу попасть со своей грыжей. Поэтому Боречка будет его сейчас перекатывать. Ой, я чуть не упала. Перекатным методом. Давай, папа! Тебе помогать там снизу? Вы посмотрите на него. Колобок. Тащик. Куда? Там этот, пенёк. Ой, ты так смешно выглядишь. Тихо! Лена, прости нас. Ну, по-другому никак. Я говорю, Боря, пойдём соседей попросим. Он говорит, представляешь, стучу я в окно. Говорю, слушай, пошли, говорит, поможете мне с того двора вынести мебель? Соседа в двора вот. Говорит, что подумает? Это мы знаем, что нам хозяйка разрешила? А что, говорит, сосед подумает? И мы знаем, что это наше. Да. Ой, не могу. И приходится вот самому колобком крутиться. Помоем потом его дома. Приехали мы в другой дом. Наверное, вам ничего не видно. Хотя здесь фонарь светит. Ничего не видно. О, видно немножко. Забираем шкафы. И поможет нам этот человек, у которого мы забираем домой, поставить. В обуви заходите. Сашенька, отходи. Боря настолько от всего устал, что говорит, уезжаю я от вас. Отдохну пару недель. Сам в том доме. Ухожу в тайгу. Лес рядом. Так, ты в тайгу или в дом? Что-то я не поняла. Я не знаю уже, куда. Не, на самом деле, поделись. А то скажут, слушай, точно довели Борю. Не, не довели. Я, чтобы завтра с утра не ехать на Сосновый Борь, еду сейчас. Сейчас без 20.10. Это в 11. В полдвенадцатого буду там. Лягу спать. А завтра в 5 часиков утра. Подъем. Готовить машину. Потому что в 10 приедет друг, который будет мне помогать. В общем, завтра они будут перевозить нам кровати, матрасы, холодильник. Все, 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 что только можно. Поупустраиваем все уже потихонечку. Уже как-то, знаешь, обрисовывается все. Какие-то контуры. Накормила я Боречку блинами. Спасибо. И отправляю в путь. Давайте, ребята. Вы знаете, сколько сейчас времени? Почти 11 часов. Мы только-только вот это сели кушать, пока мы за мебелью ездили. Очень как-то так все затянулось. Прощайтесь с папой. Ребята, Темочка, обнимай папу. Уже обнял. А, обнял уже. И я тебя обниму. Все. Давай, хорошего тебе пути. Не спи за рулем. Завтра ждем тебя с Сашей у нас. Давайте, пока. Пока. Утро начинается с уборки, с завтрака, готовки. Дети уже позавтракали. Я еще нет. И с того, что к нам приехали... Паренек приехал. Пригласил Борю на охоту. А Боря нет дома. Боря аж уехал. И говорю, да нет, он не поедет. Мы говорим, противники убийства животных. Говорю, точно не поедет. Но вот он еще хочет к нему подъехать, поговорить сам. Мало ли, думает, жена не пускает. Пускай Боря сейчас с ним поговорит. В общем, вот так, интересно, началось утро. Приехали к Боре. Мы не успели сюда даже коком переехать. А уже приехали, потому что в УАЗик. Говорят, пускай он водителем будет. Не надо там ничего убивать. Возит нас. В общем, вот такие вот дела с деловыми предложениями уже приезжают. Так смешно было, прикольно. Необычно, что ли. Ты тоже заметаешь с Санечкой? Да? Заметай, заметай, мой хороший. Вот так он всему учится. А Тимошка пойдет на улицу, нарвет нам маленьких ягодок. Вот те, которые на яблочки похожи, дикие, да? Да. На компотик. Давай, Сеночка. А я буду посуду сомневаться мыть. Несмотря на то, что на улице очень холодно, ребята хотят на улицу. Хотят, мама, мы хорошо оденемся и пойдем. Мама, мы хотим на улицу. Поэтому с Сашунки я надела даже колготки. Более теплые штаны. На улице очень холодно. Уже минус у нас. Особенно вечером, ночью. Пока. Пока идите играть. А они хотят на улицу. Мы готовимся к папиному приезду и развлекаемся. Кто как. Смотрите, как мама поет. Интересные ощущения, да? Сразу хочу сказать, там пружина очень мощная. Поэтому все нормально. Мама, что, мама, попробуй. Очень классное ощущение. Выпробовать? Я буду отдыхать. Это что такое? Это пончик? Стой, стой, стой. Это как это сказать? Как же называется это? Ой. Сэндвич? Знаешь, что такое сэндвич? Нет. Это бутерброд с начинкой. С двух сторон хлеб. А ты начинка. Саша себе домик сделал. Что, упал твой домик? Да. Упал? Да. Ну, бывает. Да, где и твои вещи? Готовлюсь. Через час Боря уже будет выдвигаться с соснового Бора. Жалко, нет возможности вам поснимать, как они там пакуются. Но они там весь дом вывозят явно. Нужно их встречать. Вот это будет выноситься просто отсюда, диван будет выноситься. Поэтому я все готовлю. Видите, обувь под стол закинула, чтобы она нам не решала. Мы пообедали. Я стол занимаю. Чтобы это все выносили. В общем, чтобы они приехали и не задерживали мы Сашу. Потому что Саше нужно еще в Иркутск. Боря должен его отвезти. Поэтому нужно, чтобы быстренько разгрузились. И уехали. Так что, готовимся, готовимся. Сейчас приду еще шкаф там мыть. Мама, будь шкафом. Он чистенький был, правильно? Да. Надо чистенький. Будем загружать. Этот шкаф будет у нас стоять. А шкафы, которые... Ой, кому лопатка нужна? О, мне, мне, мне. Смотри, какая лопатка. Отлично. А шкафы, которые Ленныны мы привезли. Один станет в веранду. А два станут детям. Вот те вот, которые стоят. Покажи. Вот эти будут у них в комнате. Знаете, мы настолько благодарны Богу за то, что эти люди оставили здесь вот эту мебель. Потому что у нас же... Мы когда переехали, ни шкафов пока своих нет. Ничего. Общей мебели нет. Кроме кровати, которую Боря сделал. И что там? И все. Ну, столы несколько. А вот так мебель... Ну, куда ее было? Тогда ее покупать нет. Это все-таки в дорогое удовольствие. Очень. Вот. Поэтому... Классно очень, что здесь есть шкафы. Что Лена с Мишей поделили своей мебелью. Спасибо вам огромное отдельное. Мы уже им говорили лично. Но еще расскажем на видео. Просто вот мы сейчас перевезем все вещи и разложим их. Поэтому детям вот этот сервант оставим. Анечка, дай я покажу. Вот этот сервант тоже детям оставим. Он очень хороший. Его помоют уже сейчас. Здесь будут их игрушки или книжки. Или что-то. Вон, кстати, я там. Привет. Очень здорово. Правильно? Да. Подготовила я все к выносу. Уже Боря с Сашей выехали. Уже давненько выехали. Сашунька у меня выключился. Спит здесь. Уже вечер. Около 7 часов вечера. Боря позвонил, что они едут. Иду встречать. Сейчас посмотрим, сколько же они всего с собой взяли. Саша с папой. Кто там поет, идет за Градой? Папа едет. Да. Да? А ты про кого поешь? А? Что ты только что пела? Это секрет. Ну скажи, папа с мамой что? Делает самое лучшее. Ну, спой. Можешь споить песенку? Мне так интересно стало. Что там пела? Ну, спой то, что ты пела. Думаю, зрители тоже интересные будут. Пой. Там я пела. Ну, я просто ее сочиняла. Ну, давай. Мама с папой не покинут нас. Мама с папой утихомерят нас в этот час. Ты так пела шла? А? Так пела шла? Да. Умничка, он уже папа едет. Ура! Папа едет! У-у-у! Ой, какой он! Это... Ого! Это вторая буханка? Нет. Джесси, Джесси, не иди туда. Вторая булочка! Вы видите? О! И правда вторая. Вот это они нагрузили. Как она оттуда не вываливается? А как они вообще едут? Аня, отходи. Сюда к лавочке. Аня, Аня, иди сюда. Как армейский автомобиль какой-то едет. Вы видели? Как они доехали. Аня, 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 иди сюда. Пу-у-у-у! Пу-у-у! 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 Ого! Пускаем папу. Давай, давай, Паша, давай! Давай, Паша! Как ты сюда заедешь, слушай? Я заеду сюда. Просто, что мне нужно. С возвращением домой тебя, папочка. Спасибо. Мы тут без тебя скучали. Вонка. Видишь? Миллиметражи. Привет, Дима. Дима с Сашей там сидят. Миллиметражи, Боря. Я не вижу ничего. Уходите все, уходите. Да, чуть-чуть это. Вон, смотри. Выпускай Диму к нам. Выпускай его к нам. Давай к нам. Опа. Привет. Только отходите, отходите сюда. Отходите сюда. Идите ко мне. Да, нелегкая задача. Улица здесь узенькая. Ай, ломаешь, ломаешь калитку. Чуть-чуть угол, вот так. Да, да. Это ж надо такой, так заехать, слушайте. Сейчас всем покажу, что Боря сделал. Смотрите. А, да, доску все-таки одну сломал. Но, слушай, ты же заехал. Я вообще удивляюсь, как ты сюда смог заехать. Тут негде вывернуть, понимаешь, в забор. С разворота. У меня еще борт открыт. Поэтому уж габарит еще борт. Джесси, Джесси. Это Саша, это Саша, да. Она тебя встречает. Вот это, слушайте, вы весь дом перевезли? Чего ты испугался? Это сколько огрузились? 6 часов. Главное стулья. Главное, реально, Саша. Главное стулья, на чем сидеть. Ооо. Что-то заносится, что-то выносится. Переворачивать его, наверное, надо. Я думаю, да. Ай-яй-яй. Что бы мы делали без тебя, Саша? Я бы его не подняла. Ох. А мы его так, ты хочешь сложить? Нет, так мы его не сложим. Мы его просто вот в таком вот виде. Сейчас поднимем, а эта спинка опустится. И мы так его вынесем. Все, договорились. Боря, тогда заворачивай. Боря, заворачивай. Так, Боря, куда заворачивать? Во. Ступеньки ломаются. И-и-и. Серьезно? Вынося дом, можно его разломать, да? О, вернее, вся мебель. Еле вытянули этот диван. Нет, еще не вытянули. А, субава. Да. Саша, не падай только. Вон, Боря. Будешь смотреть видео, Саша, вспоминать и смеяться? Нет, субенька ушла. Я говорю, Боря, у меня субенька ушла. А что? Ой-ой-ой. Как ты туда не упал, Саша? Не знаю. Кто там? Беги, Анечка, открой дверь. К нам прибился щенок, пока мы здесь были. Сегодня пришел такой щеночек. Плохо видно здесь, его все норовит в дом. Покажись свою мордочку лисию. Как волчонок маленький, видите? Ну, дети упросили папу его оставить. Да, снова он в дом прибежал. Ну, пускай поест, потом его на улицу выпустим. Да? Да. Посмотрим, убежит он, не убежит ночью. У нас будки нету, везде дырки. Он к нам прибился, может, он дальше побежит, может, это чей-то. Если чей-то, то он убежит. И он потерялся. Ну, а если не убежит, значит, останется у нас. Что? Ребята нам здесь носят, а? Что? Ой, ты красавчик. Ой, ты красавчик какой. Красавчик. Это девочка. Девочка. Кровати? Кровати! Ура! Кровати приехали домой. Да, белки, давайте. Ура! Это еще один выпуск будет. Походите. Давай, Паша. В общем, они мне сюда носят, а я здесь везде растаскиваю по дому, что куда. На места ношу. Сейчас я возьму перилка, давай. Вы бегите там, а я сейчас бегу перилка, несу в комнату. А вы сюда носите, а я здесь буду носить. А то я одновременно и ужин готовлю. И за Сашенькой слежу, его разбудили, он проснулся, плачет. С ним нужно быть дома. И ужин на свет готовлю. Да, да, да. Щенок, беги, давай. Я возьму. Молодцы помощники, умнички. Сумочка! Ура! Мы сумочку нашли, которую потеряли. Застала Саша за такой картиной. Маленький гладит маленького. Да, сына? Вы подружились? Подружились, да? Подружились. Ой, как подружились. Пока пускай дома побудет, пока они все носят. Красавица! Где-то красавица наша. Ну, раз прибилась, живи у нас. Что с тобой делать? Девочка красавица. Правда, мы не знаем, как Джесси ее у вас примет еще. Она вроде ее нюхала. Но Джесси у нас вообще добрая, да, сына? Да. Джесси у нас очень добрая. Приживется, не приживется, посмотрим. Ну, раз пришла, то живи. Ну. К нам в комнату. Или ставь, здесь я отнесу. Ставь. Держи двери. Помогаем держать двери. Не влезет, да? Стол компьютер не влазит. Вот стою, держу стол, пока ребята вторую часть несут. Здесь у нас будет стоять стол. Там двери, шкаф. С тумбочкой мы туда наверх поставили. И вот так вот будет комната выглядеть. Кровать. Тумбочка. Ну, это так, как мы смогли вместить. Да, сына? Да. Хочу пушкой, чтобы стрелять. Пушкой, чтобы стрелять? Да. Понятно. Боря говорит, что будем делать, если в холодильник не лезем? Хотел сказать, разбирать будем? Что, раскрутим, разберем. Вытереть надо сверху. Затем. А потом вытрем. Главное, ставьте. Ура! В холодильник домой прибыль. Может, мне Саша выйдет? Да. В холодильник не включать-то завтра. Да, не будем. Он и лежал. Так. Может, вы оба выступите сегодня? Отличная идея! Мама зовет моего друга. Мы все поужинали. Ребята садились смотреть мультики. А сами сейчас будут... Ребята кровати носят уже. Будем устанавливать кровати. Какой-то остался. Стоп. Убратно будет то же самое. Подожди, дай я выйду. Сашу зажимали. Не-не, это так Борю зажимал. Ты зажимал, да, уже когда... Так, на кровать не стану. Ну, что ты делаешь? В сапогах. Под детской кровать. Боря. Тихо. Он такой уставший уже. Мы уже все такие уставшие. Саша с Борей еле держатся на ногах. А Боря еще и Сашу отвозить. А потом еще в горох. Еще 150 километров за рулем. Сосновый Бор поедет. Сосновый, но дома ночевать не будет. А завтра уже привезет остатки вещей. Загрузит. Там так холодно. Боря не топит там. Холодно. Говорит, этот спальник, который с собой взял, закутался. Ой, Боречка, ничего, мы это все переживем. Ребят, еле уже держимся. Уже пятый день. Пятый день. Сил нет. Руки просто опускаются. Ноги не держат. Очень тяжело. В экстренном темпе все это переезжаем. Боря, выдохшийся, поедет снова туда. Там булочка же осталась. Буханочка наша. Будет завтра ею все перевозить. Первая кровать пошла. Все, Боря лег. Боря лег и сразу спит. Саша, все, можешь держать. Он спать будет. Готов? Да, давай, поехали. Джим, лежа. Да, да. Саша, ты у меня в руки заводки. Отжаться, отжаться. Давай, давай. Почти. Держи, держи. Лежа, Саша. Ты же лег. Я же держи. Ох, папа, смотри, чтобы она на тебя не это вот. По макушке. У тебя макушка, правда, хорошая, крепкая, но все уже. Устойчивая. Устойчивая. Ко всему уже макушка у Бори. Устойчивая. Ох, как сверху прям. К этому. Хорошо. И свет будет попадать. Хорошо. Здесь открыто все. Светло будет. Классно? Скажи, Боря, кровать не закрывает вот это? Свет будет в комнату попадать сюда и туда. Через два окна. И тудой, и седой. На, собирай. Да, тудой, седой. Ну что, детвора? Первая кровать собрана. Ура! Паша и Тёма, ваша кровать собрана. Поздравляем. Да. Да. Будете теперь спать на кратке. Где? Где? Посмотрите. Классно. Сейчас мы руку возьмем. Подожди, сейчас лечим. Аня, и Тёма, и Саша будете здесь спать? Да. Комната начинает обретать такие уютные нотки. И это еще не все. Сейчас мы ее сделаем. Вообще так хорошо здесь будет детям. Уютно. Много места. Что ж, первая ночь в своих кроватях. Нет, сюда нельзя только. В этом доме. Вот это конец. В этом доме. Да, в этом доме. Сашонька снизу. Анютка там. Пашонька вот так стоит в кровати. Прям так уютно, уютно стало. Так это мы только начали оформлять комнату, да? Как хорошо-то вам там. Еще здесь шкаф будет стоять. Ну что, на этом день заканчивается. Провожаю я мужа. Нелегкий путь, но в добрый путь, Саша. Спасибо большое за помощь. Все. У нас уже дети спят. Хорошего пути. Пока, Дим. Дима спит. 12 часов ночи, Дима спит. Дима, проснись. Скажи мне пока. Пока. Все, давайте, Саш, пока. Слушаю. Давайте. А я буду тоже готовиться ко сну. Очень устали. Но детки уже спят у там в своих кроватях. Спокойной ночи всем. Продолжение следует...